Да, конечно, можем мы упасть, теперь мы смеем, что мы будем к нему здесь, все проливи. Зажигательный рок-н-ролл, танцевальный драйв и мелодичные хиты о жизни американской молодежи 50-х. На сцене 30 человек. Эти люди не профессиональные актеры, они архитекторы, дизайнеры, финансисты и программисты. Театральные подмостки для них новый вызов. Бизнесмену Игорю Кулагину ради роли даже пришлось лишиться бороды. Но это улыбается было самое сложное. Вжиться в роли обаятельного негодяя ему было совсем не трудно. Какой он ваш герой? Да, в принципе, около такой же, как я. Наглый, харизматичный, улыбающийся. Я чаровашка. К премьере готовились три месяца. Несмотря на занятость, репетиции никто не пропускал. Работать с такими дисциплинированными, хоть и непрофессиональными актерами, говорит режиссер Артем Филипповский, было в удовольствие. Мы хотели поставить хоть мюзикл праздничный, праздничный, заводной, энергичный. И это Америка 50-х годов. Это рок-н-ролл, это любовь, это история про молодость, это история про воссоединение и изменение личности. О том, как люди становятся яркими, влюбляются, ценят жизнь, танцуют и любят друг друга. Во времена было нелегко. Совершенно какие-то навыки танцев, пения, хореографические, акробатические остались в молодости, в юности. Пришлось все это вспомнить. И вот, я думаю, порадуем зрителей. Это очень круто. Мы реально подготовились к сегодняшнему дню и чувствуем себя настолько профессионально, что для нас это неожиданно. Правда. Это очень крутой опыт общения с другими людьми, на самом деле, из разных сфер, совсем в других условиях, примерка на себя других ролей. Все собранные средства от показов пойдут на помощь Иване Федотову, подопечному благотворительного фонда «Евита». Мальчику должны сделать уникальную операцию на органе слуха. Следующий показ мюзикл «Бриолин» пройдет 9 февраля в культурном центре «Звезда». Мэр Елчан, Константин Головин. События.